Яростный популяризатор науки и космоса Владимир Сурдин. Сейчас НЛО могут летать рядом с Землей в Солнечной системе, и они будут, как правило, вот такого размера, с наперсток. Что должно произойти, чтобы все заговорили о космосе, как в 61-м полет Гагарина? Раньше мы по одной планете столетия открывали в нашей Солнечной системе, а теперь каждые два дня новая планета. Мы, российские инженеры, попытаемся посадить на Марс европейский марсоход. Это очень ответственно. Очень вдохновляет, что, оказывается, в моем возрасте можно за 4 месяца подготовиться и полететь там, побыть, да еще и поработать, и вернуться. Можно натянуть веревку, зацепить за спутник, зацепить на Земле, и по этой веревке гонять электрический лифт. Во что обойдется путешествие в космос на таком лифте? Где-то 15-20 тысяч рублей. Очень надеюсь, что нас смотрят люди, которые принимают решение. Нам нужно 100 миллионов долларов, срочно. Всем добрый день. Ну что, сегодня у меня в гостях самый популярный астрофизик России, мне кажется, просто яростный популяризатор науки и космоса Владимир Сурдин. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Владимир Георгиевич, я очень долго ждала нашей встречи. Знаете почему? Потому что, ну, во-первых, всегда всем очень интересно поговорить про космос. И хочется говорить с учеными именно на тему, которая интересует нас, простых смертных. А когда подходишь к астрофизику про незаменитую цивилизацию, они так, девочка, отойди, пожалуйста, там, глупости не спрашивай. А мне кажется, что вы такой редкий романтик среди них, которым вот таки горящим взглядом, может, рассказываете вообще межгалактические перелеты, колонизация Марса. По-моему, любой астроном мечтает открыть внеземные цивилизации. Ну, а как иначе? Мы смотрим туда и чего-то ожидаем, кроме этих холодных звезд. Все астрономы-романтики. Мы выросли из любителей науки. Хорошо, давайте начнем вот с такой самой, как мне кажется, рискованной темы НЛО. Отличная тема, одна из моих любимых. О, супер. Вот когда я была маленькой, невероятный интерес вызывала тогда уфология. А дальше прошло сколько? Ну, четверть века. Ну, как-то вообще все про это забыли. Нет-нет, не забыли. Ну, любая тема, конечно, себя изживает, а потом новая волна. Это как коронавирус, знаете, так волна не идет. А что случилось? Потому что вот мне кажется, что вот мне многие говорят, вы знаете, вот сейчас просто все, что мы считали за НЛО тогда, получило разумное объяснение. Все ли получило? Я буквально на днях рассказывал очень любознательной публике, молодые ребята, университетское образование. Всех интересует НЛО. И, к сожалению, я им рассказываю о том, что мы поняли, что это не космические корабли, что это облака, аэростаты, самолеты грозные и так далее. В общем, они немножко были разочарованы. А потом я им показал перспективу, что вообще говоря, мы не то ищем. Сейчас НЛО могут летать рядом с Землей в Солнечной системе, и они будут, как правило, вот такого размера, с наперсток. И мы их просто не можем открыть. А то, что грандиозно на небе, то, что бросается в глаза, все это, конечно, либо наши земные летательные аппараты, либо облака. Мы еще недавно, только в фантастике, читали о межзвездных экспедициях. Между планетами расстояние преодолимо. Дни до Луны, месяцы до Марса, годы до Юпитера. Да, это все нормально. Масштаб человеческой жизни. Как только мы задумываемся о полете к другим звездам, туда лететь сотни тысяч лет для человека непреодолимо. Но недавно нашлась такая идея, и предложил ее выпускник МГУ, можно сказать, мой однокашник Юрий Миллер. Ну, правда, он, в отличие от меня, хоть он кончил физфак МГУ, но он стал миллиардером долларовым, уехал работать в Калифорнию. Но он все-таки наш человек, ученый. И он на свои деньги спонсирует проект межзвездных зондов. Это вот даже меньше, я думаю, чем мои часы, но буквально, ну, с кончик мизинца. Размером космический аппарат, привязанный к тоненькой пленочке, почти невесомый, лазерный парус. Маленький кусочек материи, на который мощный луч лазера будет светить и давлением света разгонять его почти до скорости света. И он полетит к ближайшим звездам и лет за 10-15 долетит. То есть при нашей с вами жизни. Но, очевидно, раз мы это придумали, значит, и они тоже должны это же придумать. Это единственное... Вдруг у них какие-то там другие ноу-хау, о которых мы не знаем? Физика есть физика. Чтобы человека отправить к звездам, нужно собрать, ну, я не знаю, полземного шара, превратить в энергию и вот пульнуть человека с большой скоростью. Это немыслимо. Так вот, Миллер придумал абсолютно дешевый и надежный способ. Малюсенький аппаратик, стремительно улетает. Значит, и к нам могут такие прилететь. Вопрос, как их найти? Они тут могут мелькать у нас перед глазами, ну, что это такое-то? Это незаметная вещь. Так что мы ищем сейчас способы, как их обнаружить. Распознать. Да. Но у вас, вовремя, вот полная уверенность, что они летают тут везде? Уверенности нет, но это единственный шанс вообще их найти. Большой мы не найдем никогда. Не говори никогда. Да. Вот, только сказал об этом и понял, что недавно, в 2017 году, в Солнечную систему залетело нечто. Мы ни разу за всю историю науки ничего, кроме наших собственных, принадлежащих нашей Солнечной системе объектов, не открывали. Мы не упустили шанс это исследовать. Он промчался так, что мы его долго не видели, он со стороны Солнца летел. Единственное, что мы узнали, оно несколько сотен метров в длину и несколько десятков метров в ширину. То есть это сигара. В Солнечной системе мы открыли примерно миллион сто тысяч объектов. Ни одного вот такого вот сигарообразного мы не видели. А тут первый же прилетевший, бог знает откуда, вот типичный космический корабль. Мы даже послали туда радиосигнал, он не ответил. Не ответил, да? То ли не хотел, то ли не мог, то ли там спали все. Не достроение было. Да. Когда ваш однокашник собирается запустить наш НЛО туда? Он очень богатый человек, поэтому он 100 миллионов долларов выделил на первый этап этого проекта, а первый этап заключается в разработке пленки. Это должна быть удивительная пленка. Тонкая и идеально зеркальная. На него будет падать невероятной мощности лазерный луч. Если оно хоть капельку поглотит эту энергию, оно моментально испарится. Оно должно все отбрасывать обратно. Вот такого материала пока нет. Но 100 миллионов долларов хорошие деньги. Будем надеяться, да, что эти деньги разработают идеально. Да, ребята работают, химики сейчас работают в этом направлении. И даже у нас на физфаке есть идеи, как это сделать. Как только сделают, зонды полетят. Ой, как интересно. Ну, то есть это будет в моей жизни? Я думаю, даже при моей. Мы наблюдаем в последние годы какой-то невероятный бум космоса, что ли, если можно так сказать, да, изучение космоса. Мне кажется, такого уже полвека, наверное, не было. Конечно, во многом благодаря Илону Маску. И он как-то вот всех заражает этой лихорадкой космоса. Но все равно не все этим болеют. Вот что должно произойти, чтобы все заговорили о космосе, как в 61-м полет Гагарина? Я помню полет Гагарина. Я уже был вполне первоклассником и следил за этими успехами. Я даже помню полет первого спутника в 57-м году. Вот какой я старый. И тогда каждые несколько месяцев делал какой-то новый шаг. И Советский Союз, и Соединенные Штаты. Была гонка за Луну, гонка за первый спутник, первого человека на орбите. Это было очень интересно. Ты не успеваешь переварить предыдущее достижение, а уже новое, новое, новое. Это увлекало. А потом рутина началась. Потом одно и то же. Вот кто сейчас на орбите? Кто помнит фамилии нынешних космонавтов? Ну да, кто-то печет булочки, кто-то летает в космос. В общем, это все привычное дело. И вдруг Маск. Он сказал, я сделаю многоразовую ракету. Все на него посмотрели, инженеры. Не сделаешь. Никто не смог, а ты сможешь. Он сделал. Представьте, если бы вы сегодня купили новый дорогой автомобиль, поехали бы на работу и выбросили его на свалку. С работы домой новый автомобиль покупать. Кому бы это было по карману? Вот космонавтика современная до Маска была такая. Каждый полет новый летательный аппарат. Стоит дико дорого, используется 10 минут, чтобы разогнаться туда, на орбиту. Маск сказал, ну, это для меня неприемлемо, я не такой богатый человек. Мои ракеты будут летать много раз туда и обратно. Десятки раз уже летает одна и та же ракета. Маска, это же какая экономия? Теперь все, и Роскосмоса, китайцы, и государственная американская космонавтика, НАСА говорят, а мы тоже хотим. Тоже это значит, они будут догонять Маска. Это красиво. То есть вам кажется, что никакого такого суперсобытия не должно произойти, что постепенно люди опять будут заражаться космосом? Ну, не знаю, может быть, там, высадка на Марс. Будет. Нет, высадка на Луну. Вы знаете, что многие не верят, что американцы были на Луне. Знаю, конечно, такая теория задумывая есть. А почему? Говорят, как? Полвека назад были, а потом перестали? Так не бывает. Что они разучились? Почему они не возвращаются туда? Ну, во-первых, они там были, конечно. А я напоминаю такие эпизоды из истории человечества. Южный полюс Земли в Антарктиде. Очень тяжело было его достичь. 1912 год. Пришли туда две экспедиции, Амундсена и Скотта. Воткнули флаг, Южный полюс покорен. Когда второй раз туда пришел человек? Через 50 почти лет, в конце 50-х годов. Или такое место, как Марианская впадина. Глубоко, опасно, 11 километров под водой. Первый раз люди опустились в 60-м туда. Два человека, ну, будете сказать, а второй раз. Кэмерон, канадский режиссер, нырнул, снял хороший фильм без особого риска для жизни, без особой помпы. Космонавты на Луне были 50 лет назад. За эти 50 лет совсем новые технологии, уже небольшой риск, уже не те деньги гигантские нужны, а просто надо лететь на Луну, работать, там наукой заниматься. Полетят. В ближайшие годы. Кто? Мы не знаем. То ли американцы, то ли китайцы. Но не мы. Но не мы. Константин Феоктистов, первый гражданский ученый в космосе, он как раз был очень против пилотированной космонавтики. Он говорил, что это абсолютная трата народных ресурсов, потому что не приносит никакой научной пользы. Ну, в общем, вы как считаете, человек нужен в космосе или все, что человек может делать, может сделать и машина? Пока еще нет. Машина делает многое, но медленнее, чем человек. Вот посмотрите. 14 лет по Марсу бегал самый удачный марсоход оппортюнити американский. Он за 14 лет 40 километров прошел. Человек прошел бы это за неделю, да? Нет, человек более универсальный робот, скажем так, чем современные электронные роботы. Но и менее живучий. Они же дороже во много раз. Роботы? Нет. Люди, конечно. Универсальные роботы-то больше. Люди намного дороже. Именно поэтому мы пока используем роботов. Но спросите обывателя, что важнее, след человеческой ноги оставить, флаг воткнуть или 10 роботов послать? Конечно, флаг и след. Но если с точки зрения науки, вот что приносит больше пользы науке? Я недавно посчитал стоимость полета на Марс человека и сравнил ее со стоимостью современных этих марсоходов. Значит, вместо одной экспедиции, ну, меньше 6 человек нет смысла посылать такую далекую экспедицию. 6 человек туда, полгода работы, 6 человек обратно. Так вот, на эти деньги можно послать примерно 250 марсоходов. То есть весь Марс облепить марсоходами, все интересные, конечно, интереснее роботов. Для ученого, да, для обывателя, нет. Для обывателя, кто первый будет на Марсе, тот самый крутой. То есть это такой открытый вопрос, да? Не факт, что там посылать робота лучше, чем человек, потому что человек быстрее все делает, но он дороже. Но он раньше умрет. Помните фильм «Марсианин» был такой недавно? Замечательный фильм, этого не могло быть. На самом деле, потому что он 3 года бегал по поверхности Марса. За год человек там получает фатальную дозу радиации. То есть все, больше бегать не будет. А робот десятки лет. Вот я помню, вы рассказывали, когда вот в вашем институте имитировали полет на Марс, и вы сказали, что оказывается, наши космонавты российские самые устойчивые ко всем трудностям. Чем это можно объяснить? Ну, имитировали не у нас. Это Институт медико-биологических проблем. Там соорудили нечто похожее на станцию, заперли их там, они сидели 500 суток. И оказалось, что наши психологически очень устойчивы. Я с некоторыми космонавтами знаком лично, проводил какое-то время и убедился, что они очень доброжелательные люди, очень спокойные. Вероятно, это важное свойство, когда ты заперт в банке с такими же крутыми ребятами перессориться, расплюнуть. И вот они действительно очень хорошо ладят и с окружающими, друг с другом. И были примерно такие же эксперименты у американцев. Я помню, в Аризоне соорудили биосфера-2. Не какая-то там бочка, в которой наши полтора года сидели, а замкнутое пространство размером с железнодорожный вокзал. Там были отдельные субтропические области, какие-то сухие долины, в общем, микроземля. И всего несколько человек. Через несколько месяцев они перессорились. У них амбиции захлестывали их. А наши как-то очень спокойно. Я не знаю, тот, кто жил в коммунальной квартире, вот я, например, жил в коммунальной квартире, он умеет ладить с соседями, иначе жизнь становится адом. Очень интересная теория, что это может даже... Коммуналка. А скажите, вот пилотимая экспедиция на Марс, это уже технически возможно? Да, вполне. То есть это сейчас уже вопрос, у кого больше денег и кто... Хоть завтра. Дело не в деньгах. Представьте себе, когда летали на Луну. Три дня туда, три дня обратно. Вообще никакой нагрузки, невесомости вы не чувствуете, еще мощный организм. А радиация затрагивает в небольшой степени, никаких последствий это не оставляет. Прилетел на Луну, и ты вынужден ходить там в скафандре весом 100 килограмм на Земле, но на Луне-то он весит мало. Там в 6 раз меньше силы тяжести, он весит там на 100 делим на 6 16 килограмм. Не про что вообще. Ну да, 16 килограмм рюкзака это кое-что. Ну у меня 8-месячный сын, он уже 10 килограмм в месяц, нормально. На руках можно носить. Вот. А теперь посмотрим на Марс. Перелет с Земли на Марс 9 месяцев. 9 месяцев в невесомости. Кости мягкие, мышцы дряблые. Ну в невесомости она накладывает отпечаток. Вспомните, как космонавтов, полгода проведших на МКС, вынимают из космического корабля, на руках выносят. Они просто ослаблен. Раз. Радиация такая, что зашкаливает, и там белокровие. Ну в общем, раковые такие заболевания очень даже могут начаться и на глаза, и на мозг очень сильно действует. И вот прилетит он туда, ослабленный от невесомости, побитый радиацией, а ему надо одевать такой же тяжелый скафандр, как на Луне, потому что на Марсе атмосферы почти нет. Но там скафандр будет весить втрое больше. Ого! И это уже будет 60 килограмм. Я носил как-то один раз в жизни рюкзак в 60 килограмм с камнями собирали образцы. Ничего, кроме того, чтобы не упасть, ни о чем больше не думаешь. А ему там надо будет работать на Марсе. Вот все. Ну то есть получается, что технически это возможно, но никто туда не полетит. Я правильно понимаю? Полетят. Полетят обязательно. Обязательно полетят. Для идеологии, для политиков, для публики это настолько важно, что полетят обязательно, будут облучаться, будут, может быть, погибать. В конце концов, погибали космонавты здесь, на орбите или там при посадке на Землю. Было же? Было. Тем не менее, летают, летают. Рискнут. Обязательно рискнут. А на кого вы делаете ставку? Кто первым полетит? Американцы. Они будут с китайцами соревноваться в том, кто быстрее окажется на Марсе. Маск или государство? Я думаю, маск. Но тут уже нельзя разделять, ведь маск, он не сам по себе. Государство дает ему довольно большие заказы. Он выполняет заказы. Так или иначе, все хотят две вещи. Поставить там флаг первым. И маск поставить, и государство поставить. И понять, есть ли там жизнь или возможность жизни. Вот вы как считаете? И вот именно поэтому я большой противник пилотируемых полетов. Присутствие человека на чужой планете это значит все микробы, которые ты туда принесешь, все, что будешь выдыхать, бросать какие-то там использованные вещи, все это там начнет размножаться. Марс довольно пригодный для жизни планета. Температура минус 60 в среднем. Ну что такое? У нас в Якутии живут нормально. Солнечного света сколько хочешь. Вода довольно грязная, но есть. Так что микробам там не очень благоприятно будет, но вполне для жизни достаточно. И они там начнут разбегаться. И потом пойди, узнай. Вы сейчас за Марс беспокоитесь? Я за стерильный Марс. Вы тревожите, что мы его будем загрязнять? Оставьте Марс в покое, пока мы его не исследовали. А потом летайте, топчите там сколько хотите. Ну скажите вот так, если предположить, если там есть жизнь, она похожа на земную? А тут ничего особенно нового ты не придумаешь. Наверное, какие-то основы биохимии немножко разные будут. Но я недавно в Новосибирске был в институте биологическом, там большой академический институт, я там преподавил астрономию. И в большой аудитории биологов, там и доктора, и академики сидели, спросил, может ли вы мне хотя бы теоретически предоставить другой вариант жизни? Вот не наш земной, ни белки, ни аминокислоты, а что-то совершенно иное. Они почесали затылки, говорят, нет, мы думали об этом, но другого варианта не видим. Так что, скорее всего, на Марсе будет примерно то же самое. Ну вот сейчас экзомарс же должен там просверлить почву. Вот как считаете, найдут там что-то? Я там жду этого эксперимента, вообще нам здорово повезло. Мы к Марсу ничего не запускали удачно, уже полвека. И мы бы так и сидели еще десятилетиями, если бы не случайность. Американцы с европейцами задумали эксперимент экзомарс. Потом американцы вдруг вышли из этого договора со своими деньгами, Европа оказалась без денег, и предложила нам поучаствовать. И мы согласились. Вот это, наверное, лучшее, что Роскосмос сделал за последние годы, вошел в эксперимент экзомарс. И мы уже 3-4 года назад отправили к Марсу нашу ракету, она хорошо туда долетела, и привезла спутник европейский. Но там есть и наши приборы, и европейские поровну примерно. В будущем году, я не знаю, в марте, может быть, в июне, вот где-то будущего года, полетит новая ракета, наша, и уже будет совершенно ответственнейшая вещь. Мы, российские инженеры, попытаемся посадить на Марс европейский марсоход. Это очень ответственно. Мы один раз в жизни, бог знает когда, в 71-м году прошлого века, посадили на Марс удачно, да и то не совсем. Он сел, но не работал. И вот если это удастся, съедет с этой платформы маленькая, вот такого размера, примерно машинка европейская, и первый раз в жизни начнет ковырять Марс вглубь. Никто этого не делал. Дело в том, что на поверхности Марса радиация очень сильная, атмосфера разреженная, она все из космоса пропускает. А на глубине двух метров ее уже почти нет. И вот там, на двухметровой глубине, куда докопается этот аппаратик, там могут быть микробы, живые, не какие-то остатки там марсианской жизни, а реальные, действующие ныне микробы. Он вынет оттуда образец, засунет его внутрь аппарата, и там такая экспресс-лаборатория биохимическая скажет нам, есть жизнь или нет жизни. Это все состоится в течение ближайшего года. Очень интересно. Знаете, вот еще вот последнее время о новостях наша другая соседка, Венера, потому что там обнаружили два года назад фосфин, признак такой возможной жизни, а год назад они еще и глицин обнаружили. Вот если бы вы делали ставку, на какую планету вы делали бы? На Красную? На Марс. На Марс. Я не представляю себе жизнь на Венере, вот почему. Да, в облаках там на высоте примерно 50 километров над поверхностью более или менее человеческие условия. Ну, такая же температура, как сейчас, но там облака из серной кислоты, и это уже не очень таки благоприятно, да. Правда, биологи говорят, что наши микробы выдержали бы эту кислую атмосферу и могли бы там размножаться. Но ведь эта атмосфера, она постоянно бурлит, одни слои воздуха вниз идут, другие вверх, перемешивается. Как мы готовим что-то на плите, да, сверху прохладное, снизу горячее, и мы перемешиваем, чтобы все это равномерно приготовить. Примерно так же атмосфера Венеры перемешивает свои слои, и даже если микробы там на 50-километровой высоте как-то зародились, что-то начали размножаться, воздушные потоки кинутых вниз, а внизу ад. Плюс 460 градусов. Они сварятся и вернутся уже в вареном виде. Поэтому я Венеру не особенно верю. Надо проверять, конечно, надо. Но это, вероятно, в ноябре, ну вот в конце ноября, начале декабря нынешнего года сможем узнать, так сказать, есть там фосфин или нет. Венера сейчас начинает подниматься над горизонтом, радиотелескопы на нее начинают смотреть, потому что есть еще неуверенность, что там фосфин открыли. И мы проверим окончательно. Если есть фосфин, шансы увеличатся. Но мне кажется, они не велики. А Марс, ну просто прилетай и живи. Нормальная планета. Еще одна удивительная и очень увлекательная тема, это, конечно же, выход за пределы Солнечной системы. Я так понимаю, что по сей день это смогли только сделать два зонда Войджера в 70-е? Два пионера были до Войджеров и два Войджера. А что они нам сообщают? Они нам сказали, где заканчивается вещество Солнечной системы. Потому что наше Солнце постоянно выбрасывает из себя такой разреженный горячий газ, плазму. Мы его называем солнечный ветер. И он все чужое отбрасывает. То есть тут у Земли мы почти не получаем ничего издалека. Прилетел один астероид, и то может быть космический корабль. А там за пределами вот этой вот зоны гелиосферы, то есть сферы заполненной солнечным веществом, там уже начинается настоящий далекий космос. И все четыре аппарата преодолели эту границу, а один из Войджеров все еще жив и рассказывает нам, что там. Он, правда, полужив, там уже почти приборы слушатель. Он почти полвека в космосе. 77-й год. Фантастика. Кто думал, что полвека электроника протянет в таких условиях? Вот это надежность. Вот это... А почему новых так их не запускают? Нет, почему запускали? Вслед за двумя пионерами и двумя вояджерами сейчас летит New Horizons. Это аппарат, который пролетел мимо Юпитера, приблизился к Плутону впервые в жизни. Вообще, впервые Плутон увидели, так интересно было. Ну и с этой огромной скоростью догоняет тех четырех, которые улетели до него. Это будет пятый. А они все в одном направлении? Нет, все в разных направлениях. В разных направлениях, да? Ну то есть все, что за пределами нашей системы очень сильно отличается по материи, да? Ну выяснилось, что не очень. Не очень? Не очень, нет. Химия та же, таблица Менделеева та же. Но нам интересны, какие там условия, какая радиация, какие магнитные поля. Ну для обывателя может быть это мелочи, а для астрофизиков это хлеб. Интересно, сколько времени еще вояджер на связь будет? Ой, я думаю, немного. Дело в том, что ему надо электричество, а у него нет панелей солнечных батарей. Знали, куда отпускаем. Он так далеко от солнца, что там уже не греет, не светит. И у него радиоизотопные источники электричества. Это такая маленькая банка, куда засунули плутоний, он там распадается, греет эту банку. Снаружи холодно, внутри тепло, и на разности температур генерируется электричество. Ну плутоний потихонечку распадается, и уже почти лет через 8-10 окончательно распадется, и вояджер умрет. Хотела еще немножко проспрашивать у вас про всякие космические технологии, инновации, которые, показались наиболее интересными. Например, надувные корабли. Есть такие? Да, МКС. Уже сколько лет там они испытывают это. И это, конечно, полный разрыв шаблона, вот эта надувная, ну что, практически как палатка. Палатка надувная, да. И за занавесью там космос. Как вообще такое возможно? Потому что у нас же в голове всегда, что это должно быть очень прочная конструкция. Это очень непрочная всегда конструкция. МКС можно при желании и отверткой проткнуть и выйти в космос. Конечно. Они должны быть легкими, чтобы ракета их могла поднять. Они все очень тоненькие. Помните, дырки даже там иногда. Ну все-таки хоть металл, а тут практически что? А тут нет, ну это не шарик, конечно, надувной, нет, там многослойная оболочка, но она, да, довольно тонкая. Воздух она держит хорошо, не выпускает. Метеорит, конечно, прошьет ее насквозь. Хорошая идея, хорошая. Помните, как космонавты сидят в этом своем корабле? Да. Плечом к плечу зажатые, ну сколько можно так лететь? Трое суток к Луне, да, они выдержали, а 9 месяцев к Марсу вот так вот не полетишь, и надувная дополнительная, а может быть много, несколько этих надувных комнат, они дадут возможность там с зарядкой заниматься, какие-нибудь злаки выращивать, там хлореллу, еще что-то на обед. А радиация прошьет это, конечно. То есть они присоединены к основному кораблю, да? Да, да, они прям стыкуются сколько хочешь, можно. Есть еще такая удивительная концепция космического лифта. Вы слышали про него? Замечательный дух, слушайте. Ой, давайте вот скажите, вот это что? Это наша отечественная концепция. Об этом заикнулся еще Циолковский, ну так вот не очень конкретно. А потом, по-моему, фамилия его была Арцебашев, он в Ленинграде в начале 60-х годов, инженер, вполне рассчитал и показал, что это возможно. Это очень красивая идея. И сегодня космонавтика почему такая дорогая? Ну, во-первых, один раз транспорт используется, а потом, что такое транспорт? На Луну улетали, ракета стартует с Земли, 3000 тонн весит. Самого дорогого, что можно сделать, там очень дорогое топливо, жидкий водород, и так далее, электроника, 3000 тонн, через 10 минут от нее вообще почти ничего не остается, маленький космический корабль. А на Землю возвращается вообще там вот. Вот и все. Космический лифт. Это возможность натянуть канат от Земли на расстоянии 40 тысяч километров примерно. На этом расстоянии вокруг Земли проходит удивительная орбита. Геостационарная. То есть спутник, отпущенный вот туда, на геостационарную орбиту, всегда висит над одним и тем же городом Земли. Ну, над экватором Земли. Значит, можно натянуть веревку, зацепить за спутник, зацепить на Земле и по этой веревке гонять электрический лифт. Я недавно посчитал. Когда его сделают? А его сделают обязательно. Во что обойдется путешествие в космос на таком лифте? Я взял тариф, ну, такой, как у нас дома, 5 рублей за киловатт-час. Как я плачу каждый месяц, да? И затраты электричества, если они будут вот на этот лифт, обойдутся в несколько, где-то 15-20 тысяч рублей. Это билет из Москвы в Владивосток или даже в Новосибирск. Это возможность огромные грузы за небольшие деньги выводить на орбиту. Оттуда стартовать к Марсу намного легче, чем с поверхности Земли. В общем, это такая промежуточная площадка и очень дешевая транспортная логистика. Почему ее до сих пор не сделали, если она вот настолько выгодна? А вы помните, какое расстояние до геостационарной орбиты? 40 тысяч километров. 40 тысяч. Так вот, если мы сегодня возьмем самый прочный металлический канат и вытянем его на 40 тысяч километров, то он себя собственным весом порвет. Значит, надо найти вещество, сделав из которого канат, мы бы смогли его эксплуатировать. Он бы не оборвался. Ну, еще и лифт по нему пойдет. Но главное, чтобы он собственный вес выдержал. Такое вещество есть. Так. Да. Открыли его наши физики. Это углеродные наночастицы. Из него уже научились делать микроскопические ниточки. Осталось только научиться из этих ниточек... Делать канат, переплетать канат. Да, да. Ну, к этому идет. Вы еще говорили, что больше всего вы ждете как раз термоядерный синтез, и это даст такую дешевую, безопасную энергию. Термоядерный вряд ли. Это послезавтра будет. А завтра будет просто ядерный. Атомный синтез... Ну, это не синтез, это распад. Вот на этом принципе, если бы ракетные двигатели сделали, мы бы уже на Марс летали не 9 месяцев туда, 9 и обратно. Скажем, 2 недели туда, 2 обратно. А за 2 недели ты не облучишься. Надо только их сделать. Их пытались сделать. Еще в начале 60-х в СССР и в Штатах экспериментировали с атомными ракетными двигателями. Но атомный двигатель замечательная вещь, кроме одного. Он очень опасный. Туда столько вот этого горючего надо засунуть, что это второй Чернобыль. Если ракета вдруг не полетит, а упадет, то это будет кошмар. Вот этого и боятся. Что это за гелий-3, который постоянно упоминает физик? Гелий-4 это то, что наши... А, 4 все-таки внутри. Нет, нет, нет. 4 это простой гелий. Обычный, он довольно дешевый. Аэростаты им наполняют детские воздушные шарики. А гелий-4 это 2 нейтрона, 2 протона. Такая маленькая ядро атома. Если один нейтрончик выкинуть, будет гелий-3. Легкий гелий. Легкий изотоп гелия. Он мало кому нужен. Физикам нужен, и за большие деньги мы его тут на Земле получаем. Но если его можно будет добывать в больших масштабах, на Луне, то это будет для термоядерной энергетики в общем полезное дело. На Луне он есть. Не сказать, что особенно много, но гораздо больше, чем на Земле. И надо будет просто этот верхний слой грунта перерабатывать, лунный, а тут добывать гелий-3. Как только заработает первая термоядерная электростанция на Земле, мы сразу же начнем думать про Луну вот как источник гелия-3. А пока... А что еще можно в космосе добывать, кроме гелия-3? Есть такие космические камни, их называют астероиды. Это действительно камни. Но не всегда камни. Иногда железяки. Каменные и железные. Ну, железные, так мы говорим. А на самом деле там, кроме железа, довольно много разных полезных металлов. В том числе и платина, и золото. И вообще говоря, их можно было бы использовать. Но расчеты показывают, что пока дешевле золото здесь намыть, где-нибудь в речке, там, на Сахалине, чем добывать в космосе и везти. Из космоса просто дороже обойдется. Но если использовать там, ну, например, для производства каких-то микрочипов, то это полезно, это оказывается дешевле, чем на Земле. И вот сейчас, буквально в последние несколько недель, впервые запущен космический аппарат, который должен пощупать вот эти металлические астероиды. Если окажется, что они правда такие богатые металлами, ну, надо приглядеться, сможете инвестировать в это дело. Мне очень нравится наш разговор, потому что он, конечно, похожий очень на научно-фантастический рассказ. И я знаю, что вы большой любитель, собственно, кино про космос. Вы в Ютьюбе очень часто разбираете разные фильмы «Марсиане», «Контакт», «Интерстелла», даже «Космическую Отисею» вы там разбирали. Вот какой у вас самый любимый фильм на эту тематику? «Планета Буш». Наш отечественный режиссер Клушанцев в самом конце 50-х снял потрясающий фильм про Венеру, про экспедицию на Венеру, по роману Казанцева. И удивительно, у него там невесомость такая, как он мог невесомость показать? Сегодня это легко, да, там графика, 3D. А раньше вот он смог это сделать. И мне очень нравится, что там к Венере летят наши американцы. И кроме людей робот. И высаживаются на Венеру. Условия там не очень благоприятные, но вполне для жизни пригодные. И там всякие динозавры бродят, и всякие другие десторические существа. И робот их спасает. Он своей жизнью, роботовской жизнью, жертвует, спасает экспедицию, и они возвращаются назад. В общем, все он предсказал. И как будет это выглядеть. И вот почему надо международные экспедиции делать, чтобы не было потом каких-то вот разногласий. А кто первый наступил на грунт Венеры или Марса, да? Мне очень нравится, как Кулшанцев работал как режиссер и как автор не только фильмов, но и книжек, и детских книг, и научно-популярных. Я вот сейчас, я просто хочу напомнить зрителям эту фамилию. Зайдите в Википедию, посмотрите, кто такой и что он делал. Павел Кулшанцев. Это вот такого качества фантастик. Павел Кулшанцев. Планета Бурь. А вот помимо фильма Планета Бурь, в каком фильме наиболее правдиво выглядит космос? Я когда «Гравитацию» смотрела, мне казалось, что вот это, наверное, так же. Ужасный. Ужасный, да? Видите, какой я непрофессионал. А вот «Интерстеллар», например, «Интерстеллар» по-настоящему научный фильм, потому что одним из продюсеров был Кип Торн, один из самых крутых физиков нашего времени, нобелевских лауреат. В прошлом году ему осенью дали Нобелевскую премию, и он вложил туда по полной вот ту науку, которую мы сегодня делаем. Там черные дыры, искривление пространства, замедление времени. И все это по науке абсолютно честно. А в «Гравитации» где там главные косяки? Вообще все, да, там ужасно? Водка под сиденьем там. Ну, я не знаю. Ну, это ерунда полная. Ну, в любом фильме, наверное, в «Марсиане» тоже. Я был научным редактором книжки, когда ее на русский переводили. Смотрел фильм, думал, что-то исправят, ничего не исправили. Но очень похоже на Марс. Вот какой Марс, так он и в фильме. А все остальное неправда. Люди на Марсе так долго не будут жить, и летать там, продыряя в скафандр, строя воздуха, выходящего из скафандра, невозможно. Но это же художественное произведение. Пусть хотя бы доля науки там будет, и то хорошо. Слушайте, мне кажется, что сейчас самое огромное событие в киноиндустрии, это, конечно же, фильм «Вызов», да? Двенадцедневная съемочная группа «В космосе» Клим Шипенко, Юля Пересельд. У вас какие чувства к этому проекту? Вот я вам скажу про себя. Мне нравится в нем только название «Вызов». Но я это воспринимаю как вызов здравому смыслу. У меня, с одной стороны, конечно, очень вдохновляет, что, оказывается, в моем возрасте можно за 4 месяца подготовиться и полететь там, побыть, да еще и поработать, и вернуться. А с другой стороны, наверное, можно было эти деньги потратить на что-то другое. Как вы думаете, американцы или китайцы могли такой проект реализовать? Более того, они год назад, американцы даже анонсировали этот фильм с Том и Грузом. Я даже хотела спросить, как получилось, что Роскосмос побил? Почему они этого не сделали? Почему? А потому что это государственная организация, и она должна смотреть на своих работодателей, на тех, кто деньгами поддерживает это дело, ну, в конце концов, налогоплательщиков, и какими глазами потом НАСА посмотрит на налогоплательщиков. Вы за нас что потратили деньги? Вы космос изучаете? Или пиар себе делаете? А у нас, к сожалению, налогоплательщик не отдает себе отчета, что Роскосмос – это наши деньги, что мы бы хотели потратить техноинженерные какие-то проекты, на научные исследования. А невесомость можно и в павильоне Мосфильма снять. Состояние космонавта, оно уже давно в кино воплощается во множестве фильмов. Не отличишь его. Я так понимаю, еще там была достаточно такая грустная история касательно того, что космонавты, которые стояли в очереди на полет... Их отодвинули. ...не попали, потому что... Да, они могут вообще не попасть больше в космос. Человек лет 20 готовился, карьера, жизнь вся на это положена. Ему скажут, нет, знаешь, вот там кино снимали, все, дальше ты свободен. Это ужасно. А вообще теоретически такое возможно, вот сам сюжет кино, про то, что посылает отсюда хирурга, который в открытом космосе делает операцию заболевшему члену экипажа. Такое реально? Реально возможно, конечно. Посадка на Землю это довольно большое испытание для организма. Это перегрузки. Если у человека с сердцем проблемы, то во время посадки оно может отказать. Это да. Если надо его починить там, в невесомости, прежде чем посадить на Землю, наверное, можно. И я бы на месте там руководства Роскосмоса, если такое случится, все-таки рискнул бы жизнью космонавта и посадил его на Землю. Потому что один хирург там в невесомости вряд ли такую ответственную операцию проведет. Давайте вернемся обратно к Марсу, к Венере. Есть еще такая фантастическая история, как терраформирование. Фантастическая. Фантастическая? Чисто фантастическая. Чисто фантастическая. Хотя разговоры об этом, конечно, ведутся. Первый раз об этом заговорили, когда выяснилось, что на Венере очень жарко, на поверхности Венеры, что атмосфера состоит из углекислого газа, именно поэтому там так жарко. А знаете почему? Это называется парниковый эффект. Углекислый газ довольно прозрачен для видимого солнечного света. Свет пробирается через атмосферу, нагревает поверхность Венеры, она хочет остыть, она хочет выкинуть в космос излишки тепла. А углекислый газ его обратно не выпускает. И там накапливается тепло, и поэтому там страшная жара. И вот американский биоастроном, как астробиолог Карл Саган, он предложил, углекислый газ – это хорошая среда для наших микроорганизмов, даже для какого-нибудь хлореллы или сине-зеленых водорослей. Давайте привезем на Венеру и выбросим в атмосферу эти самые водоросли, а они начнут пожирать углекислый газ, выделять воду и кислород, атмосфера Венеры станет прозрачной, планета остынет, будет кислород, будет вода, в общем, все хорошо. Кроме того, что никто не рискнет этого делать, переделывать планету. Правда, расчеты показывают, что лет за 300 действительно сине-зеленая водоросль может переделать Венеру. Ну, может быть, наши потомки на это решатся. По поводу Марса, тоже терраформирование Марса, это, конечно, более привлекательное дело. На Марсе вообще неплохо. А если его покрыть плотной атмосферой, то там станет совсем хорошо. А где ее взять? А у Марса полярные шапки. На севере и на юге лежат такие, как наша Антарктида. А давайте мы их испарим. Тогда в воздух поднимется огромное количество водяных паров, они окутают Марс такой теплой шубкой, там станет тепло. В общем, все будет хорошо. Рассчитали. А как испарить? Надо все наши атомные бомбы собрать, американские, китайские, все и туда кинуть. Не хватит. Была такая идея. Давайте какой-нибудь астероид завернем и на Марс уроним. Такой взрыв будет, что полярные шапки растают. Вот это более технически, это более исполнимо. В общем, в принципе, это да, можно. Но мне жалко, после этого будет Марс. Вот почему. Мы создадим там атмосферу, но ненадолго. Он ее не удержит. На Марсе маленькая сила тяжести. Несколько столетий там будет атмосфера, и она постепенно уйдет в космос. И мы тогда лишим, окончательно лишим Марс запасов воды. И он будет навеки холодным, маленьким и безводным. Стоит ли на несколько лет создавать там человеческие условия. как мы, собственно, делаем с нашей же планетой. Примерно так, да. Слушайте, а вот вами любимый Маск, он вообще считает, что человечество должно стать мультипланетарным видом. Он тоже говорит, что если случится какая-то катастрофа на Земле, к 50-м он уже будет готов на Марс создать колонию, увезти там миллион людей. По-моему, даже уже какие-то архитектурные проекты разрабатываются, как дома должны выглядеть из марсианского грунта. Это реально все? Насчет миллиона людей сомневаюсь, но надо шагами идти. Планета, наша планета, очень уязвимая, и надо хоть что-то важное, что вот надо сохранить обязательно, куда-то в другое место переложить. Для начала на Луну, лучше на Марс. А что нам надо сохранить? Что вообще земная биосфера и ее лучший представитель человек создали за эти миллиарды лет эволюции? Ведь все гниет, все рассыпается, кроме информации. Вот наша ДНК несет информацию о разумном человеке. Природа создала вот это вот, вот это вот замечательное создание нас с вами. А мы создали информацию электронную, грубо говоря, Википедию, большую, ну вообще вот все. Так вот оказывается, что все это и расшифрованное, секвенированное ДНК, и все, что сейчас в интернете есть, собрать, можно вот в такой кубик упаковать. Такие технологии есть. Это надо срочно делать и отправить это на Луну, на Марс, еще на какой-нибудь астероид, на всякий случай. Пусть лежат. Если что-то случится с Землей, хотя бы там останутся следы. Космос как флешка памяти, да? Как архив, как флешка, да. Мы на Земле уже создаем такие хранилища. На Шпицбергене, в скалах, в подземных штольнях закладывают образцы всех растений, ну, семена, злаков, диких растений, на всякий случай. Мало ли что. А там они будут лежать. Ну, Шпицберген тоже не вечный, астероиды туда могут упасть. Пусть они лежат на Луне, пусть лежат на Марсе. Это надо сделать буквально в ближайшие 10 лет. Еще одна моя любимая тема, это экзопланеты. Другие планеты в космосе, похожие на нашу. Вот я так понимаю, что где-то в третьем году их было открыто 117, а вот уже сейчас почти 5000. 5000. Правильно? Без малого. Без малого. 4900 с чем-то. Ну что, чуть ли не каждый день открывают астрофизику? Примерно по одной планете в два дня. Кажется, неплохо, да? Раньше мы по одной планете столетия открывали в нашей Солнечной системе, а теперь каждые два дня новая планета. А это за счет крутых телескопов? Телескопы почти те же. Это за счет крутых астрономов. Серьезно. Далеко не каждый астроном умеет открывать экзопланеты. Нужна очень тонкая методика наблюдения звезд, чтобы угадать, что рядом с ними есть планеточки такие. И мы научились этому. Дело вот в чем. Даже в нашей стране еще не открыта ни одна экзопланета. И вообще их умеют открывать всего несколько человек в мире. Далеко не каждая обсерватория обладает такой высокой технологией. Это правда очень сложно. Правда. А кто это делает? Ну, например, швейцарская, французская такая компания астрономов, там, майор и кило. Американские астрономы делают в Чили, международное. Чили, это не значит, что чилийцы там работают. Это самое благоприятное место для наблюдения космоса, оказывается. Это анды чилийские. А потому что в Чили очень прохладные горы, сухие, холодные. Там нет облаков практически. Там за год иногда не выпадает ни одной капельки дождя, ни одной снежинки снега. Каждая ночь у вас изумительно прозрачное небо над головой. Горы хорошие, довольно высокие. И там сегодня строят свои телескопы все страны. У нас тоже есть там маленькие телескопы. Но у богатых стран есть большие телескопы. И они помогают открывать экзопланеты. Но это, правда, очень сложно. И пять тысяч, это не значит, что прям вот каждый астроном... А не открыть ли мне? Нет, не открыть. Ну, вот смотрите, ваш научный руководитель в аспирантуре, великий, Иосиф Шкловский, он как раз в 60-х говорил, что в галактике существует как минимум миллиард планет. вы с ним согласны? Планет. О, он заблуждался гораздо больше. На которых возможно жить. А вот жить, тут он тоже заблуждался, но в другую сторону. Иосиф Самойлович, конечно, был оптимист, но и мы все вслед за ним считали, что... Ну, а почему? Если есть планета, благоприятная для жизни, марксизм, ленинизм нас учил, что жизнь, а дальше разумная жизнь, это естественный процесс. Сейчас мы смотрим, жизнь не такой уж естественной. В Солнечной системе есть места благоприятные для жизни, а жизнь там пока не обнаружена. Но даже когда она возникает до разумного уровня, редко, наверное, достигает. Вот на Земле сотни миллионов видов живых существ, а разумный только один. Да и то старается себя угробить все время, да? Поэтому мы рассчитываем, что жизнь мы найдем в ближайшие годы. Для этого есть уже технологии, а вот разумную жизнь, наверное, придется поискать. Мы ее уже 60 лет ищем и не нашли. Вот вы, астрофизики, очень любите словосочетание зоны жизни. Скажите, пожалуйста, что-то такое и на каких планетах она есть? Во-первых, если говорить о Солнечной системе в целом или о любой звезде. Вот у нас звезда горячий, источник тепла и света. Чуть ближе к звезде, жарко, чуть дальше от нее холодно. Значит, рядом с любой звездой есть такой небольшой промежуток расстояний, такой температурный коридор. Попадая туда, на поверхности планеты, могут быть приличные условия. Не жарко, не холодно. Жидкая вода может быть. Ну, все нормально для жизни. Вот Земля как раз в этой зоне возможной жизни. Венера в горячей области, Марс в холодной, а Земля как раз посерединке. Поэтому ее зоной золотовласки называют, как вот Машенька там с тремя медведями. Да, это слишком большая, это слишком маленькая. А это как раз для меня. Есть второе понятие зоны жизни. Если мы берем какую-то планету и смотрим, а где на ней могла бы быть жизнь? Вот Венера. На поверхности жарко, под поверхностью еще жарче. В атмосфере поднимаемся, поднимаемся. О, условия более или менее для жизни благоприятные. Еще выше, ой, уже холодно. Значит, там в атмосфере есть слой, в котором, в принципе, может быть жизнь. На Земле. Глубже трех километров под землю, уже так жарко, что там вода закипает, там жизни нет. Выше, ну, скольки? Ну, 10-12 километров над Землей, там уже стратосфера. И вот слой, пригодный для жизни, вот эта вот зона жизни на Земле. Оказывается, такие есть и на Марсе, но там под грунтом. Под грунтом. И на спутниках планет-гигантов. Есть такой спутник Европа, большой спутник Юпитера. Там лед, там толстый ледяной слой, километров, наверное, 20-25, а под ним 100-километровой глубины соленый тепленький океан. Вот это зона жизни. Огромный океан, там воды больше, чем в нашем мировом океане. И вот так на каждой почти планете, если покопаться, где-нибудь мы обязательно найдем зону жизни. Но вот вы знаете, наверное, что Луна, она не такая же большая. Она вызывает на Земле приливы. Океан дышит. А теперь представьте себе спутник Юпитера. Юпитер в 300 раз больше Земли, в десятки тысяч раз больше Луны. Представляете, какие он приливы вызывает на своих спутниках. Спутник дышит вот так вот и нагревается от этого. От этого там возникает приличная такая оболочка, пригодная для жизни. Тепленькая. Один раз в систему Юпитера прилетел хороший такой спутник Галилео, и он много раз мимо Европы пролетал, и каждый раз видел ледяной панцирь. Даже видны трещины. И уже когда он перестал работать, мы тут с Земли увидели, как одна трещина разошлась, и оттуда брызнул океан. Вот эта вода. Сейчас готовят новый спутник, который не просто будет там летать мимо, он выйдет на орбиту вокруг этой Европы, и он будет ждать, когда вода там брызнет, и попробует ее исследовать. А когда-нибудь подводную лодку-то опустим туда, в щель, в океан. Лодка готова уже. Россия же тоже хотела к Европе полететь, насколько я помню. Да, хотела, но раздумала. Почему? Потому что рядом с Юпитером, вокруг Юпитера, там как раз где эти самые спутники, очень мощное магнитное поле, у Юпитера оно мощное, и оно держит колоссально опасные радиационные пояса. Они и у Земли довольно опасные, поэтому космонавты туда повыше не поднимаются. А у Юпитера они жуткие. И подлетая к этим спутникам Юпитера, космический аппарат такое воздействие радиации испытывает, что не очень благонадежная электроника просто гибнет моментально. Первый спутник Ио, там вообще лучше, чтобы они летать. Европа тоже плохо. А более далекие спутники Юпитера уже не в таких плохих условиях находятся. И Роскосмос передумал не к Европе, а к Ганимеду отправить. Там радиация не такая. Куда можем? Где наша электроника выдержит такой удар космической радиации? Ганимед тоже интересный. Пусть летят к Ганимеду. Давайте немножко про метеориты, потому что вы несколько раз уже упоминали астероиды. Надо было не принести метеориты, вот так протянуть его. Когда-нибудь держали в руках метеориты? Нет. А что это за ощущение? Чем-то отличается от того, если бы я взяла бриллианту в руках? Как сильно? Я думаю, бриллианты возбудили бы вас больше, чем железный метеорит такой же массы. Но вы представляете, он оттуда. Это круто. Мне вообще кажется, что 2021 год, он такой достаточно важный год малых небесных тел, я бы сказала. То есть мы начали изучать, посылать корабли туда, чтобы набрать какую-то массу, изучить. Почему мы это раньше не делали? Мне очень нравится, когда вы говорите мы. Правильно. Я тоже всегда говорю, мы имею в виду человечество. Человечество. Конечно. Мы это все-таки все ученые, все инженеры мира, которые думают синхронно и делают что-то большое общее. Почему раньше не делали? Сейчас опять скажу слово «деньги», но не хватает на все. Исследовали планеты, исследовали Луну. Сейчас уже вроде основные вещи про них знаем. Давайте дальше развиваться. Астероиды – это следующий этап. Это не очень легко, кстати говоря. Были попытки. Были попытки, например, посадить на астероид, там Эрос есть такой астероид, еще 25 лет назад, посадить на него космический аппарат. Думали, что такое астероид? Вот 20 километров кусок камня летает, скала такая, да? Он почти не притягивает к себе. Мы на него даже упасть-то как следует не можем. А просто если отправим туда космический корабль, он мягко к нему причалит. Попробовали, причалил. И при этом мы его потеряли. Значит, там какие-то своеобразные условия. Там толстый слой пыли, куда-то он там проваливается. Поэтому сейчас летают аккуратно. Вот этим летом два астероида исследовали. Но как? Космический аппарат подлетал, но не садился. Он там зачерпнет кусочек и назад такой лапочкой. Или наоборот, даже вот японский. Он подлетает к астероиду и начинает из ружья металлическими такими шариками дробью стрелять в астероид. Поднимается облако пыли, он эту пыль засасывает и привозит на Землю. Привез, кстати. Что мы про них узнали из этих исследований? Всегда неожиданно узнаем. Вот, например, узнали, что там очень много, как вы говорили, бриллианты. Вот, да, такого типа кристаллов там слишком много оказалось. Но это не бриллианты в прямом смысле, да, не алмазы, а такие цирконь. Ну, в общем, тугоплавкие кристаллы. И мы не ожидали их там найти. Мы думали, так, пыль какая-то, вот грязь будет на поверхности этого камня. Там тут тугоплавкие элементы. Откуда они там взялись, бог его знает. А еще есть более интересные объекты – кометы. Комета – это большой снежок, большая глыба грязного снега. Так, по крайней мере, нам раньше казалось. Подлетели к комете, вот такая комета Чурюмова-Герсименко. Открыли ее наши в 69-м году советские исследователи, киевские астрономы. Несколько лет назад туда подлетел европейский аппарат «Розетта». Подлетел. А где глыба льда? Где снег? Где лед? Черное тело. Вот такое же черное, как пояс на вашем платье. Даже еще более черное. Черное, как бархат. Вот буквально. А где же лед? А лед в глубине. А он покрыт вот этой черной корой. Попытались туда просверлить, ничего не получилось. В общем, кометы стали более загадочными, чем были до первого визита к первой комете изученной. Так каждый раз. Что-то новое, неожиданное открывается. Я вот читала такой фантастический роман, опять же, где герои выживают в космосе как раз с помощью астероида. То есть как там? Они присоединяют к нему МКС, дальше используют его как щит от мусора и от радиации, и еще добывают там разные полезные ископаемые. Из него же. Как вам такая идея? Ну, в общем, астероид – это, как сказать, прототип космического корабля будущего. Это такой полуфабрикат большого космического корабля. В принципе, уже летает масса какая-то. Да? Да, используйте его. Присоединитесь к нему большой реактивный двигатель, сделайте там убежище в пещерах. Кстати говоря, мы открыли пещеры и на астероидах, и на ядрах комет. То есть там уже защита от радиации готова. Опустился в пещеру, надул палатку, живи, ты ничем не будешь облучаться. Ну, и летай на этом астероиде куда хочешь, хоть годами, хоть веками. Хорошая идея. То есть это, возможно, еще и будущее космонавтики, да? Да, вполне. Материал уже в космосе. Только преобразуй его, сделай из него транспортное средство. У вас была статья лет 25 назад про Тумбусский метеорит. Вы можете сегодня мне ответить на главный вопрос? Почему от падения не осталось кратера? Потому что не было падения. Давайте вспомним сначала более близкую к нашим дням историю. Челябинский метеорит. Так. 2013 год. В атмосферу Земли влетело тело размером с трейлер. Где-то там 17 или 18 метров. Огромный камень. Тысячи тонн весом. А что от него осталось? Что упало? Ну, несколько вот таких, большое количество вот таких маленьких. Он раздробился в атмосфере, а он был каменный. И почти полностью испарился. Тело, которое ответственность за тунгусское явление несет, скорее всего, было ледяным. Маленькая комета. И она где-то на высоте, ну, сейчас точно сказать трудно, от 5 до 7 километров, не долетая поверхности Земли, уже в облако пара превратилась. Оно расширилось, и это было эквивалентно мощному взрыву. Тайга полегла на площади в 2000 квадратных километров. Это площадь большой Москвы современной. Хорошо, что это было над тайгой. А вещества не осталось. Может быть, там какие-то кусочки льда упали. Долго ли они пролежат на поверхности Земли? Полгода и нет этих ледяных камушков. А приехали туда, первая экспедиция была. Значит, тунгусский метеорит в 1908-м упал. Не упал. Взорвался. Взорвался. А первая экспедиция в районе 30-го года, по-моему. То есть больше 20 лет прошло. Что там могло от ледяных осколков? Ничего, все впиталось в болотах. Не осталось ничего. Вот вы Челябинске еще упомянули, как показывают, собственно, практики. Мы как бы не очень умеем защищаться от них. Ну, тут уже мы, это мы, астрономы. Да, мы несем ответственность за то, чтобы предсказывать такие события и предупреждать людей. Люди, завтра в 5 часов утра прилетит, над вашим городом будет пролетать астероид. Так вы, пожалуйста, близко к окнам не подходите. Знаете, что в Челябинске было, да? Это был февраль, холодный февраль, раннее утро. И когда он пролетал над городом, самые любознательные люди смотрели в окно на это дело. А потом пришла от этого пролета ударная волна, выбилась стекла в окнах, и люди получили довольно большие травмы. Хорошо, никто не погиб. Вообще полторы тысячи людей к врачам обратились. Так вот, это наша, конечно, задача. Астрономы... Это всегда можно предусмотреть? Не всегда. Вот мы не смогли в 13-м году. Знаете почему? Он летел со стороны Солнца, с востока. А ни один астроном свой ночной телескоп туда, в область Солнца, не повернет. Ну, просто сгорит вся аппаратура, Солнце очень яркое. И поэтому мы туда никогда не смотрим. И сейчас в НАСА объявили, пока еще не сделали, оно будет делать два телескопа космических, которые от Земли отлетят, и будет этот сектор неба, который с Земли плохо виден, Солнце мешает, будут с другого ракурса осматривать, и вот такие неприятные визиты они уже будут замечать заранее. Ну, вот когда они будут замечать заранее, то тут какие варианты? Ты предупреждаешь население, или это можно сбить в космосе? Нет, сбить пока нечем. Нечем, у нас нет таких ракет. В принципе, если очень постараться, можно атомную бомбу на большую ракету посадить, но одной атомной бомбы хватит, чтобы тело размером 30-40 метров разрушить. Ну, типа вот Челябинского метеорита. Поэтому пока нет возможности разрушить, но есть возможность предупредить. Если это будет большое тело размером 100 метров или там 200 метров, это уже серьезная проблема для области целой. Не для города, а для области. Ну, область можно эвакуировать, ну, не знаю, за месяц, да? А, то есть вот это... Вывести людей... Ну, то есть реально можно за месяц это все предугадать? Конечно, конечно. Мы сейчас рассчитываем движение опасных астероидов, и их около 30 тысяч вперед, ну, по крайней мере, на 5 столетий. И знаем, что в ближайшие 5 столетий из того, что... Из того, зачем мы сегодня следим, мы их уже нашли, они не упадут на Землю. Но могут быть неожиданные визитеры. Конечно. Конечно. Вот комета летит, она летит из такой дали, где Солнце ее не освещает. Мы ее не видим, она черная, темная. И она за полтора-два месяца может приблизиться к Земле, а тут уже не успеешь никакую эвакуацию. Пытаемся. Причем астрономы всегда говорим, нам нужны большие телескопы. Большие далеко видят. Видят что-то мелкое вдали. Ну, и прогноз может быть гораздо раньше и на больший промежуток времени сделан. А у России есть большой телескоп? Один. Хороший. На Северном Кавказе, да. Диаметр его объектива 6 метров. Ого! Он большой, да. Вполне конкурент таким большим международным телескопом. Ну, в двадцатку входит, да, крупнейших. Но его сделали в 1975 году. И с тех пор ничего лучшего мы не делали. Это печально. Мы надеемся, что сами что-то сделаем. Мы один большой... Сами кто? Астрофизики? Ну, например, астрономы Московского университета. Мы не можем купить гигантский. Мы купили телескоп диаметром 2,5 метра. Это не супер что, но он вполне себе на Кавказе тоже. В предгорьях Эльбрукса работает уже несколько лет. А потом в одной из наших лабораторий профессор Липунов придумал эту инициативу. А давайте сделаем телескопы-роботы, которые вообще без участия человека будут обшаривать все небо и предупреждать о каких-то редких и важных и опасных событиях. И сделали. Они у нас стоят по всей территории России, а территория, дай бог, какая, стоят на Канарах, в Южной Африке, в Чили, в Аргентине. И это уже такая система небольших, но многоглазых телескопов за небольшие деньги вполне себе конкурентоспособная. Конечно, хочется иметь большой телескоп, очень хочется. И одной стране это не по карману. Вот, например, Объединенная Европа, вся Западная Европа, а сегодня еще и Восточная, они на общие деньги делают что-то грандиозное, большие гигантские телескопы. Мы бы хотели вступить в эту компанию, нас приглашают туда постоянно. Так в чем проблема? Наверное, вам уже надоело, но я опять скажу, в деньгах. От нас ждут 100 миллионов долларов, и, пожалуйста, вы будете... У нас нет 100 миллионов долларов? В Академии наук нет 100 миллионов долларов. Уже который год мы это говорим. Давайте прекратим все мелкие траты и один раз что-то хорошее сделаем. Не так уж что-то много 100 миллионов долларов. В масштабах большой страны, наверное, нет. Один вот Юрий Мильнер там по 100 миллионов долларов вот так вот разбрасывает. Будем надеяться, что нас смотрят люди, которые принимают решения. К счастью, астрономы очень интернациональная компания. Когда у кого-то есть большой инструмент, он дает возможность всем остальным на нем поработать. Это правда. Мы, например, работаем на космическом телескопе Хаббер. Это американский инструмент, но все астрономы мира допущены к нему. Если ты с хорошей программой пришел, говорят, о, правда, это для нашего космического телескопа то, что надо. Хоть ты из Зимбабве, хоть откуда угодно, тебе дадут возможность поработать. Это счастье для нашей профессии. Слушайте, а вот космическим туристом хотелось бы стать? Мне лично? Да. Слушайте, мне под 70. Здоровье еще вроде бы неплохое, хотя вестибулярный аппарат с детства не очень крепкий. Нет, не хотелось бы. Нет, да. И вот почему. Я могу съездить в Турцию и в Египет за свои деньги, но за свои личные деньги я не могу полететь в космос. Это очень дорого, порядка сегодня где-то 80 миллионов долларов. Ну нет, все-таки 50-56 миллионов. На МКС, чтобы слетать? Ну, вроде бы да. Ну, тоже очень большие. Вы меня успокоили. У меня нет и таких денег. А требовать их от кого-то у меня не хватит. А когда потешевеет? Когда космический лифт возникнет, тогда я на одну зарплату смогу в космос подняться. В 23-м году, мне кажется, уже обещают, чтобы космический турист попал в открытый космос. Это реалистично? Ну, если заплатят деньги, да, его выпустят на веревочке, потом обратно. Вы представляете себе, что такое быть в скафандре в окружении вакуума? Вот возьмите обычный волейбольный мяч. Он надут примерно до 1 третьей доли атмосферы. Или велосипедная шина тоже. Вы можете двумя пальцами прожать велосипедную... Нет. Или... Тоже нет. Волейбольный мяч. Так вот, скафандр надут точно так же. Внутри давление примерно пол атмосферы, или там даже 1 треть, а снаружи ничего. Он так надут, что вы не можете даже перчатку согнуть, потому что она вот сопротивляется. И это работа для серьезных мужчин. И за 6 часов работы они потом днями там теряют вес несколько килограмм и отдыхают от этой работы. Я думаю, для туристов это не очень, не очень легкая прогулка будет. Платите за ваши деньги любые... Капризы, да? Да, конечно. Но мне кажется, это хорошо. Люди тратят деньги не на яхты, не на спортклубы какие-то. А они ведь летят туда не просто погулять. Каждый космический турист везет с собой какую-то научную программу. Пусть она простая, пусть она не очень там сверхъестественная что-то, но он там делом занимается. Он для каких-то фармацевтических фирм или там кристаллы выращивает. Что-то делает. У космонавтов рук не хватает и времени не хватает, чтобы на всех приборов, которые уже есть на МКС, проводить интересные эксперименты. А тут прилетел свободный человек на неделю. Ну, его к установке давай выращивай кристаллы. Очень хорошо. Владимир, я хочу вас поблагодарить за интереснейший разговор. Пожелать вам, чтобы все, что вы задумали, все открытия, свершились быстро. Я еще раз очень надеюсь, что нас смотрят люди, которые принимают решения. Нам нужно 100 миллионов долларов срочно, чтобы наш взнос принести в европейское сообщество. И тогда у нас будет большой телескоп. Монниль, да? Пожалуйста, побыстрее. Ну что, огромное вам спасибо. Я надеюсь, что вам было так же интересно, как и мне. Не забудьте, звоните в колокольчик, подписывайтесь, ставьте лайки и приходите в комментарии обязательно, что вы думаете о нашем разговоре, с чем вы согласны, с чем вы не согласны. Я очень вам благодарна. И увидимся на следующей неделе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok